Другим событием. Сегодня из Киева пришли яркие кадры в привычном жанре. Депутаты Верховной Рады отличились рукоприкладством, причем подрались представители правящей коалиции. Поводом стало выступление премьер-министра Арсения Яценюка с докладом о проделанной за год работе. Самого его в буквальном смысле вынесли с трибуны. Репортаж Ольги Князевой. Предвкушая разговоры о своей отставке, все-таки сегодня истекает годовой иммунитет данной Кабмину. На выступлении перед народными избранниками премьер Арсений Яценюк признался. У вас есть конституционные полномочия поставить вопрос об отставке Кабминета министров Украины. Ставьте и голосуйте, я приму решение украинского парламента. Я за это кресло не держусь. Впрочем, уже через несколько минут держаться ему пришлось за край трибуны. Яценюка попытался вынести оттуда депутат Олег Барна от блока Петра Порошенко. Попыткой отстранить премьера от трибуны парламентарий отреагировал на то, что глава Кабмина теперь делит министров по принадлежности к партиям. Премьер сделал довольно странное заявление. Готов отвечать только за работу министров-однопартийцев. Вы помните, как формируется правительство Украины? У меня как премьер-министра и у нашей мощной партии «Народный фронт» только три министра. Три! Вы мне задаете вопрос по энергетике. А вы не пробовали своего министра, который представляет блог Порошенко, Демчишина, пригласить на заседание комитета и поговорить с ним? Это вообще было мало похоже на годовой итоговый отчет. Вместо полноценного выступления, согласно регламента, всего 15 минут с ответами на реплики из зала. Год назад он стоял на этом же месте и обещал оправдать надежды украинского народа. Сегодня Иценюк остается в кресле премьера, только потому, что его отставка может спровоцировать развал правящей коалиции. Сегодня у нас весь парламент заложник той ситуации, когда ваша фракция не проголосует за вашу отставку. У нас нет возможности получить новое правительство, нет возможности получить нового премьера. С другой стороны, понятно, что это правительство не поддерживается ни парламентом, ни обществом. Площадь перед Радой. Несколько сотен людей под разными флагами. Журналисты и полицейские перешагивают через морковку. Активисты объяснили, это для премьера, которого в народе прозвали кроликом. Для него же демонстративно сожгли проекты бюджета и налогового кодекса, которые до сих пор так и не приняты. За моей спиной только что был пожар, пожарные успели потушить. Я напомню, сожгли налоговый кодекс прямо перед зданием парламента. Люди на площади говорят о себе за год, научились выживать. Сокращены социальные выплаты, заморожены зарплаты и пенсии. Подорожали лекарства астрономическими. По сравнению с пенсиями выглядят цифры в квитанциях. Нас одорачили. Сказал Яценюк, что дал нам субсидию. Субсидии по сегодняшний день, как ветеран труда, получающий пенсию 1170, субсидии не имеет. За ЖХ вместе с телефоном, вместе всем пришло мне платить 1700. В унисон с протестующими многочисленные заслуги Кабмина перечисляли и в сессионном зале. Я думаю, украинский народ меня поймет, что коррупция, отсутствие реформ, цинизм и вранье. Вот основные достижения этого правительства и премьер-министра. Уважаемые народные депутаты Украины, я пришел к вам отчитаться. Я готов отвечать на все ваши вопросы. И я отвечаю на все ваши вопросы. Кроме того, если вы хотите, чтобы я к вам еще пришел, я к вам еще раз приду. Правда, в итоге премьеру даже не дали сказать «до свидания». Депутаты заняли трибуну и прощался Арсений Яценюк уже с балкона. Уважаемые народные депутаты Украины, я благодарю за теплый прием и за вашу работу над бюджетом и налоговым кодексом. До свидания.